Старинная машинка «Зингер» теперь носит гордое название экспоната музея. Ее, как и многие другие вещи, даже шкаф, в котором она находится, принесли новокузнечане. Узнав о проекте «Соцгород – город мечты», многие жители берут инициативу в свои руки, приносят из дома старинные вещи и таким образом помогают воссоздать атмосферу 30-х годов 20-го века. Экспонаты выкинуть жалко, музеи их не принимают, поэтому они говорят, что спасибо, очень рады, что открывается такой музей, есть куда передать ценные для сердца и для души вещи, там как статуэтка из Крыма, поэтому очень с удовольствием все экспонаты несут, то есть вплоть от елочных игрушек до статуэток, тарелочки, рюмки. Суть проекта «Соцгород» – воссоздать первоначальный вид целого квартала, таким, какой он был, когда его построили. Однако стиль ретро только в убранстве. В остальном Советским Союзом даже и не пахнет. Например, сегодня на фасады домов устанавливают необычные таблички. Они указывают на класс энергетической эффективности. И делается это в соответствии с законом об энергосбережении. «Соцгород» – только второй район в Новокузнецке, где расположены эти указатели. Те места, через которые уходит тепло, в том числе это касается электроэнергии сейчас, то есть общедомовые нужды, значит, все это учитывается и составляется энергопаспорт, и присваивается дому тот или иной класс энергоэффективности. Старейший квартал уникален сам по себе. Улицы Хитарова и проспекта энтузиастов были построены по проекту знаменитого выпускника немецкой конструктивистской школы Баухаус, главного архитектора Франкфурта на майне Эрнста Майе. Благодаря проекту «Соцгород» не только новокузнечане будут лучше знать историю города, но и вся Россия. Ведь подобным кварталом пока может похвастаться только Магнитогорск. Николай Сухарев, Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова